Некольский собор Епифания Первые упоминания о Некольском соборе в архивных документах относятся к 1640 годам, когда церковь была деревянная. В 1736-38 годах в царстве императрицы Анны Иоанновны Некольский собор строится новой, пятиглавой. Занимал он территорию, где теперь стоит галерея. Трапезная была на том же месте, где и в настоящее время. В Некольский собор был обнесен оградой наподобие тульского Кремля, социальными бойницами и боевым хором. С тех пор от той ограды, размер ее был 80 метров с юга на север и где-то 115 по описанию с запада на восток. С тех пор сохранилась надвратная колокольня и угловая башня. Главные и крупные затраты, денежные затраты были на главный храм, холодный храм Никольской, который потребовал не одну сотню тысяч денежных затрат. Продолжалось строительство, 36 лет. В 1935 году он практически был уже выстроен полностью. Оставались только отделочные работы, в частности, изготовление иконостаса, роспись стен, изготовление входов с двух сторон. Но епархия, святейший сенот не выделил необходимую сумму и пришлось достраивать Никольский собор за счет денег своих. Те, которые делали пожертвования прихожане и приезжие в Епифань люди и церковные средства. Каким образом, 20 июля 1850 года Никольский собор был освящен, открыт и с тех пор он действовал до 1932 года. Холодный храм или, как по-другому его называют, настоящий храм Никольского собора. Еще он был 20 июля по старому стилю, а второго по новому стилю 1850 года. В один год с восстановлением памятника на храм на Красном холме. Это символическая связь между Никольским собором и Куликовым полем. И вот действовал он до 1932 года, когда был закрыт, из колокольни были сброшены колокола. Затем был разрушен, разобран, разбит, можно сказать, иконостас Никольского собора. И с тех пор он использовался, первоначально Никольский собор использовался для складов местного потребительского общества. А затем он просто стоял в запустении. И вот в конце временов, в начале 2000-х, здесь стали проводиться, сначала стоял небольшой фанерный иконостас с иконами. А вот потом еще был один иконостас временный, устроенный, кстати, бывшим начальником ФСБ, генерал-майором Лебедевым, начальником ФСБ Патульской области. Вот, и также продолжались в соборе службы. И вот, наконец, в этом году началось капитальное устройство иконостаса, который... А это галерея Никольского собора, которая соединяла трапезную часть и холодную часть храма. На месте галереи находился прежний Никольский собор, Патеглавый, который был построен к старству императрицы Анны Ивановны в 1736-1838 годах. Вот, она тоже восстановлена, подреставрирована. И в 14-м году здесь, с 14-го года, здесь совмещается выставка истории Никольского собора. Но нужно сказать, что вот эта фотография историческая. Всятое из музея исповедника Куликова поля. Рассказывают здесь фотографии дореволюционного периода. И очень самая интересная фотография, единственная фотография, это иконостас Никольского собора. Фотография 1930-х годов, когда собор закрыли. И вот на селе сидят как раз те люди, которые ломали и разбирали иконостас Никольского собора. Ну, благодаря им, благодаря тому, что они решили себя запечатлеть на память, мы имеем возможность освещаться тем, что было в Никольском соборе. А это трапезная часть Никольского собора. Обычно всегда проходили через галерею, вот тут полшу улицы, и через эту дверь входили трапезная часть страны, и лицом были обращены двум предельным алтарям. Вот, во-первых, вот эта трапезная церковь, она строилась в 1810-1814 годах. По проекту Тимофея Тимофеевича Тимофеева, отставного архитектора, и освещена была по двум предельным алтарям. С северной стороны Ильи Пророка, а с южной – Божьей Матери Трои Рочицы. Но, естественно, после закрытия своего 30-го года и гонений, все эти пределы были разобраны, иконостасы уничтожены, иконы, и церковь долгое время находилась в пустыне. И когда она начала возрождаться, в 2014 году, это 700-летие преподобного Сергия Радонежского, в южной части рапезного храма, был устроен предел. Во имя всей Руси Чудотворца, преподобного Икумина Радонежского, прошу вам всем известного и знакомого в Моголиковской битве Сергия, который благословил великого князя Московского Дмитрия Ивановича.